здравствуйте дорогие друзья на этой неделе мы с вами изучаем недельную главу талдот и пусть же сегодняшний урок будет для возвышения души павел мэйр бен мария и так кто нам рассказывает про союз и цхака и рифки про то что у них много лет не было детей и они молились усердно очень сильно молились по-настоящему молились чтобы творец мироздания послал им потомство и вот рифка забеременела но тут у неё была какая-то вот аномалия очень очень странная беременность что происходило когда рифка шла по улице мимо места где поклонялись идолам то вдруг ребенок начинал вырываться прямо наружу хотел в это место уже сейчас попасть когда рифка проходила по улице мимо места где служили единому богу то снова ребенок как бы хочет выйти начинает там как-то в животе стучат стучат хочет выйти наружу и она не понимала что происходит пошла на к своему раввину и раввин ей объясняет ты знаешь у тебя там не один ребенок у тебя там два мальчика и один будет служить единому богу поэтому когда ты проходила мимо места где служит творцу он уже вырывался наружу но второй к сожалению будет служить поклонению идолам и когда ты проходишь мимо места где служит идолам второй мальчик вырывается вырывается наружу очень очень интересно такой медицинский факт что дети в животе у мамы уже пытались выйти очень все интересно очень все захватывает но какой здесь урок для нас тора никогда никогда не рассказывает просто какие-то истории какие-то интересные факты она только дает для нас уроки какие уроки и вот из этого эпизода мы можем с вами для себя взять ребенок хотел вырваться второй ребенок хотел вы вырваться наружу что нам с этого всего говорят нам наши мудрецы здесь очень очень важный урок для каждого из нас мы должны с вами понимать что святость когда человек делает правильные вещи которые хочет творец когда он выполняет заповеди это не просто какие-то там вот абстрактные вещи ты молодец тебе там какую-то галочку поставили нет нет и нет выполняя заповеди бога когда чек правильно живет он как бы создает живую такую вот энергию это что-то реальное когда человек грешит то это такие мини взрывы он разрушает себя свою душу и всю вселенную урок из этих детей которые были в животе у мамы говорит нам о том что даже дети когда они еще были внутри и они не могли видеть что здесь служат единому богу в этом месте служат поклонению идолам они не могли этого увидеть глазами но они это почувствовали потому что место где служат единому богу она обладает какой-то особенной энергией которую можно почувствовать это что-то реальное это не просто абстрактные какие-то вещи если здесь служат богу то это какое-то очень святое место и яков будучи очень-очень святым ребенком он это мог почувствовать еще находясь внутри у мамы эсав такой прямо архетип грешников когда он чувствовал что где-то здесь служит идолам он мог это издалека почувствовать и он уже вырывался наружу вот мое место грехи заслуги имеют материальную какую-то вещь это не абстрактные вещи оно все влияет на нас на нашу жизнь и на всю вселенную вот важнейший урок из этого маленького эпизода что когда мы делаем правильные поступки мы создаем очень очень такую правильную позитивную энергию которая влияет потом на наши жизни на нас на наших детей если не дай бог есть какие-то грехи ненависть и так далее так далее это все очень негативная энергия и она прямо влияет на нашу вселенную важнейший урок из этой аномалии в беременности рифки что дети все чувствовали это все настоящее важный урок для нас и с божьей помощью давайте укрепляться в хороших поступках и в заповедях творца